всем привет сегодня мы с вами поговорим о очень важной теме о сожительстве с турком я хочу рассказать вам о какие-то нюансы потому что вопросы как я вижу возникают у девушек и они к сожалению очень частые я сейчас вам зачитаю один комментарий который мне было недавно написано скажу свою позицию в этом отношении сожительства с турком а сейчас будем говорить о рождении детей большинство к сожалению пар мужчин турков которые живут в наших странах снг в россии украине там в казахстане или еще где-то к сожалению больше из них процент они сожительству с девушками не вступая в официальные отношения то есть не узаканивают их к сожалению очень много всяких контрактников которые приезжают на несколько лет поработать на какой-то период времени они скажем так обзаводится в кавычках словом семьей и ну короче говоря удобно просто устраиваются да у них есть жилье допустим у девушки как правило не все живут к девушкам приходит пользуются всем и все они и потом когда ему все это как скажем так надоедает они могут расстаться уйти или просто не уезжают себе на родину и очень часто таких мужчин скрыт за спину очень много семья например дети на родине и разводиться он не собирается но не такие ушлы они могут обещать скажем так проколоться и рассказать там или спалиться каким-то образом у него там семья дети есть он будет врать что он будет разводиться короче говоря таких ситуаций очень к сожалению много и в таких отношениях сожительстве девушки рожают детей я вообще хочу сказать свое мнение по этому поводу не думайте что я ханжа я против вот этого всего человек вообще моя политика да волен делать то что он хочет никто не вправе его обсуждать осуждать закидывать камнями или еще что-то такое делать но когда в этом момента подключается с третьи лица такие как дети которые не выбирают родители не выбирать свою семью и не могут решать вообще до выбирать что-то все они просто это дети да не хочется взывать трубить в колокола вообще говорить о том что товарищи вы несете ответственность за детей так что давайте себе отчет что вы делаете вот в эти моменты я готова осуждать готова рассказывать что-то освещать и скажем так делиться своим мнением которое кто-то спрашивает в частности конкретно подписчицы что касаемо сожительства я не против я и раньше в этом видео говорила когда до брака люди неважно в какой стране тем более за границу замуж выходите сожительствовать вместе пожить попробовать притереться посмотреть как у вас пойдет бытовуха потому что в быту в квартире до дома люди раскрываются по-другому полгода там до свадьбы пока вы готовите документ это нормально это даже нужно сделать я бы всем рекомендовала пикта переезжает в турцию пожить до заключения брака хоть какой-то период несколько месяцев чтобы это понять ваша ну или нет в конце концов вы когда встречаетесь наездами там в отелях или как-то вместе проводить отпуск вы не в курсе как он стопочкой за доверие складывает носки свои в конце концов как он там не поставить за собой грязную тарелку в посудомощенную машину и как его грязные трусы будут лежать на стиральной машинке они внутри нее или там в контейнере для грязной одежды вот элементарно и вам просто с этим потом жить а людей под себя не перевоспитывают и не меняют что касаемо сожительства я не против но я против слова гражданский брак который в наших странах почему-то очень прижилась мне кажется это слово гражданский брак как его используют она очень удобно для успокоения женщин по статистике я думаю многие слышали что женщины которые находятся в кавычках гражданском браке вообще гражданский брак это грабрак заключенный гражданском обществе то есть вообще сути штамп в вашем паспорте это и есть гражданский брак но у нас подмена понятий происходит сожительство совместное проживание людей называют гражданским браком неофициальным смысл такой в него вкладывается в эту фразу так вот женщины которые находятся в гражданском браке они считают себя женами они считают что у них есть муж а мужчины которые сожительству с девушками в гражданском так называемом браке по статистике считают себя холостыми то есть в этом вся суть я не говорю о том что нельзя вместе жить когда вы например тебя в стране живете или например рожаете совместно детей делать это просто с умом с мозгами мне знакомые которые у них уже двое детей они не расписаны но имущество которое они совместно покупают наживают недвижимость квартиры и все прочее они вписывают в долевую собственность до долевую собственность кто сколько денег внес муж и жена ну в кавычках да так в документах и записано вот они будут разводиться они будут вот так уделить все уже решено вот в этом плане пожалуйста папа там записывать папу эти детей он имеет там отцовские права на них то есть люди будут расставаться то там жена с голым задом не останется муж в том числе да то есть если вы не хотите расписываться по каким-то причинам вы заканивать в государстве свои отношения то хотя бы с умом до делайте вашу жизнь корректируйте и соответственно жизнь ваших детей не ухудшайте час комментарии которыми недавно написали я его зачитываю собственно к основе какой я хочу рассказать о сожительстве с турками чем она чревата здравствуйте галия три года жила в гражданском браке с турком когда он уехал к себе в страну я узнала что беременна оказалось что он женат и есть дети сейчас зовет нас сыном в турцию боюсь ехать так как думаю что может отобрать сына у него две девочки говорят что к сыновьям особое отношение хочу услышать ваше мнение ехать мне или нет комментировать я это не будут девушки я ответила и проблема огромная в том что очень многие женщины обманывают женщины готовы обманываться и идут на уступки на поводу чтобы было мужчинам туркам у нас в наших странах снг удобно они когда узнают о том что они женаты нормальный нормальная женщина я не имею что это ненормальная больная или еще какая-то да женщина которая набит себе цену которая все в порядке с психикой когда она узнает что мужчина женат она им что говорит ну разведешься я тебя буду ждать ждать буду я тебе недолго да очень знаменитая эта фраза женщина как делает да она ставит условия определенность мужчина либо расстается ну как бы это про вопрос решает она не идет на роль любовницы например она не идет на роль молчаливую вообще мужчина потому что живя с турком в вашей стране вы едем и удаёте просто карт-бланш вы представляете человек приехал в другую страну вы ему жилье кров еду себя своих друзей вводите в круг семьи считаете его своим мужем представляете его так говоря что вы в гражданском браке находитесь сожительствовать проще говоря да вы как бы в эйфории но эйфории это семейная фальшивая его ничего не держит он в любой момент может встать и уйти даже в этом случае вот нравится вам так окей без проблем живите сожительствуйте нажимаете его мужем делать что хотите но в этих отношениях не узаконенных не надо рожать детей или если вы идете на этот поступок и оставляете ребенка вы его рожаете на этого мужчину не рассчитывайте если у меня были до этого комментарии у девушек ой а как быть если короче вот он меня просит родить но я беременна как бы я буду рожать он просит он хочет ребенка на себя записать на фамилию но он не торопится на мне жениться о чем вообще разговор о чем вы раньше думали забеременела узнала ультиматум все вопрос ребром женись на мне нет расстаемся что вы там будете как решать вопрос скажем так с ребенком это уже там ваше дело будет это я в это вообще не лезу это не вправе да об этом вообще разговаривать это дело сугубо лично каждой женщины но рожая от мужчины вне брака не узаконенных отношениях девочки понимаете пожалуйста что всю ответственность за ребенка за его воспитание за его будущее вы по факту берете на себя и на этого мужчину нельзя не то что не стоит нельзя вообще рассчитывать если вам по силам это ноша воспитание этого ребенка по вашим финансам вы это делаете от мужчины этого ничего не ждете будет помогать да классно спасибо будете семьей а думается он там не знаю разведется либо но все он не жена там захочет на вас жениться ради бога но не надо от него этого ждать при этом идя ему на уступки либо вы ставите ультиматум и делаете решаете как вы как бы сказали да если ваши условия не приняты то вы там расстаетесь если сказали расстаетесь то расставайтесь не надо это тянуть до родов до рождения ребенка одна большая проблема девочки когда вы рожаете у себя в стране я не знаю это можно сейчас и нет я просто в моем детстве это можно было не знаю как сейчас это происходит процесс я в россии не рожала детей не записывала можно вписать да со слов по сути вписывается графу отец фамилия имя отца некоторые дают ну фальшивую скажем тогда придумывают имя фамилию другого человека или там как-то изменяет отчество понимаете да короче говоря на свою фамилию например записываю по сути ваня пупкин его папой становится они там мехмет пупкин допустим то есть этого человека по сути не существует кто его отец по документам и автоматически от мужчины не имеет прав родительских на вашего ребенка там это надо устанавливать делать там днк тест и все такое прочее но это какая-то тягомотина и время понимаете записывая на не свой не на его фамилию не давая ему отцовство права вы не даете ему прав на ребенка и вас никто не вправе он не вправе его ребенку вас забрать а вы что делаете но очень многие к сожалению девочки вы об этом не думаете в будущем как вы будете эту проблему решать вам в уши льют красиво в уши поют выражаете вне брака вам я же не женись женись обещают я разведусь 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 обещая потом стал уехал и вас кину может стать уехать и забрать ребенка он на 50 процентов отец так же как и вы мать если вы на себя записали на него ребенка а если вы запишите скажут ему фальшивую фамилию вы думали не на него не дадите отцовство он это так быстро сделать не успеет это там судебно тяжбы всякие такие прочие дела если вы родили ребенка записали на на отца вот как у девушки в этом комментарии это вообще фини то ли а комедия называется он ее зовет ехать а она думает ехать или нет стоп он не развелся у него двое детей куда ты собираешься ехать кому к черту на куличке это называется по-другому я просто не знаю другого слова куда тебя зовут никуда ничего не изменилось никаких условий не выполнено зачем ты туда едешь со страхом потерять ребенка да ты его естественно потеряешь если ты этого боишься у тебя нет прав он меня зовет например второй женой пожалуйста но по закону их не существует на каких правах ты туда едешь ты будешь туристка пять лет жить до получения гражданства и вид на жительство туристически продлилась и тебе его продлят а если ребенок на папу записан ты туда в страну в турцию приехала на тебя любая жалоба будет тебя депорт он тебе может пожаловаться может любую ситуацию создать тебя депортирует ты турист ты никто здесь ты не жена у жены здесь появляются какие-то права документы все прочее а у ну более-менее а у туриста вообще ничего нет тебе пинком просите под зад вытулят и все ребенок твой останется с папой по закону ты потом его сможешь забрать отсюда нет возможно сможешь через консульство таких историй миллион когда женщины не думают что делаю зачем ты вообще я просто не понимаю зачем рассуждать о том что он не зовет наверно поеду куда ты едешь зачем ты едешь кому ты едешь у него жена и двое детей и неважно живет у с ними не живет что у тебя лучше по факту ты посмотришь по факту опасности для себя для ребенка безопасность проверяешь я вижу эту ситуацию очень крайне опасно нельзя никуда ехать это просто ехать на свою погибель но к сожалению чувство влюбленности фальш которые в уши вливают мужчины у женщин перекрывает разум если он вообще есть и женщины бегут рискуя собой своим ребенком я не понимаю эти женщины где материнский инстинкт если ты боишься потерять своего ребенка зачем ты подвергаешься такой опасности самая большая опасность поехать туда к отцу и трястись а заберет он или не заберет так ты не едь не заберет я хочу что сказать что сожительствуя с турком рожая сожительствовать проблем нет но рожать в таких отношениях не узаконенных не нужно а если вы это сделали уже записывайте ребенка на себя и на этого мужчину не рассчитывайте никаких поездок к родне в турцию и всего такого прочего у вас не должно быть это огромный фактор риска которого подвергаете мучениям просто ребенка и себя этих историй миллион девочки посмотрите вокруг почитайте в группах консульство наше мы столько налогов тратим денег на то чтобы вывозить покупать билеты делать документы все прочее из вот этих вот страшных ситуаций когда детей отбирают но к сожалению в 90 процентов случаев матери сами подвергают себя ребенка этому риску поэтому я могу так сказать девочки пожалуйста здравый смысл на первом месте влюбленность вся ваша эйфория на вообще на пятом-десятом месте интерес ребенка в первую очередь соблюдается а потом уже вы будете решать свои чувства и эмоции все прочее вот по факту записали ребенка на мужа с ним расписались вы в равных правах вы что-то можете иметь при разводе вы у вас все в порядке с законом с документами и едьте пожалуйста этого нет не надо рисковать это лишняя проблема я буду ждать комментарии ваши по этому поводу тему для меня очень больно я читаю такие комментарии обращение девочек я порой просто в растерянности мне не страшно что такие комментарии возникают потому что люди даже не думают не могут порассуждать в плане закона да и вообще логики какой-то что с ними может произойти жду ваших комментариев что вы думаете по этому поводу может быть вы знаете какие-то истории подобные это будет очень полезно скоро увидимся всем пока